Толпы людей собрались возле госпиталя в центре Фритауна, столицы Сьерра-Леоне. В местный морг продолжают свозить тела жертвоползня, сошедшего на окраине столицы в понедельник. Люди ждут вестей в своих пропавших безвести родственниках. Такими числятся около 600 человек. Также обнаружено 400 тел. Морг переполнен. По словам спасателей, многие тела сильно искалечены потоком грязи и мусора, и их сложно опознать. Среди погибших много детей. «Людей призывают приходить и опознавать своих родственников, чтобы достойно их похоронить. Есть тела, которые никто не опознаёт. Тогда их достойно похоронит государство. Сегодня утром здесь были президент, первая леди и министры. Они смотрели, как обстоят дела в морге». Бедствие произошло в понедельник утром на окраине Фритауна, в городке Риджент. Ему предшествовали многодневные римни. Внизу находились жилые дома, в том числе много незаконных построек, что осложняет работу спасателям. Когда огромные массы земли двинулись на посёлок, многие ещё спали. «Я видел, как холм поехал вниз. Это было похоже на пожар и на гром. Шторм надвигался, как торнадо. Было погребено много домов. Вдруг я понял, что там же оказалась и церковь, в которую люди обычно приходили на ночные молитвы. Все оказались под завалами. Целые дома. Это было ужасно». Поисково-спасательные работы продолжаются. В них также участвуют пожарные военные добровольцы. Говорят, что работать непросто. «Мы спасатели в затруднительном положении сейчас. Машин скорых не хватает. Ещё сложность в том, что скорые паркуются далеко, и тела приходится носить туда». Как сообщает Красный Крест, в целом в Ридженте пострадало около 9 тысяч человек. В том числе несколько тысяч остались без крыша над головой. Это стихийное бедствие стало одними самых смертоносных для Африки за последние годы. В Министерстве образования и науки утвердили изменения образовательной программы для начальной школы. В частности, с 1 сентября первоклассникам не будут давать домашних заданий. Они появятся во втором классе. При этом на их выполнение должно будет тратиться не более 45 минут. С третьего этот показатель вырастет до 70, а с четвёртого класса – до 90 минут. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Министерства образования и науки Украины. Кроме того, домашние задания нельзя будет давать на выходные и праздничные дни, а также на время каникул. Также министерство предлагает заменить часть уроков обычной физкультуры другими физическими активными предметами. Например, хореографией, плаванием и прочими. Малоизвестную албанскую деревню откроют для туристов. Нивица спряталась высоко в горах, где рай для кос, а время словно остановилось. Об этом посёлке знают даже не все албанцы. Нивица хранит свидетельства событий времён Римской и Османской империй. Здесь, на лоне природы, можно насладиться тишиной и уединением. Вспомнить, как жили наши предки. «Здесь проходили римские войска. Проходили норманы и турки-османы. Эти места видели Первую и Вторую мировые войны. Здесь много чего происходило. Плюс к этому – великолепная природа и аутентичный образ жизни». Как и четыре тысячи лет назад, местные жители держат кос и овец, ходят в горы за дикими травами и возят груз на ослах. Сейчас деревню расчищают от мусора и строят отель для туристов. А сельчан готовят к переменам. «Люди здесь держат коз и коров, выращивают овощи. Это единственное, к чему они привыкли. Теперь они пытаются осознать пользу туризма, о котором раньше не задумывались. Думаю, они готовы работать над его развитием». Пока в Нивице бывают только молодые туристы из Европы. Останавливаются здесь в палатках. Но кто-то снимает комнаты у местных жителей. Для них это дополнительный источник дохода. Доландюша Мэрио уехала из деревни в город. 20 лет назад, узнав о новом проекте, вернулась. Ремонтирует дом и сдаёт комнаты туристам. «Я счастлива, что деревня оживает. Раньше все уезжали. Теперь люди возвращаются и ремонтируют дома. Жизнь снова кипит». Впрочем, в Нивицу не планируют привлекать слишком много туристов. Не хотят разрушать уклад местной жизни и опасаются навредить окружающей среде. На скульптуре сломанного стула женея бразильский футболист Неймар не просто немного поиграл в мяч. Он объявил о том, что стал послом доброй воли Международной организации инвалидов. «Я хочу выразить благодарность. Надеюсь, что это будет очень успешное партнерство, и мы сможем помочь большему числу людей». Сама скульптура является символом людей, пострадавших от противопехотных мин и кассетных бомб. Футболист сказал, что хочет помочь миллионам людей в обществе, которые менее заметны, но заслуживают равенства. «Я не просто хочу предоставить своё имя, что уже очень мощно, но я хочу помочь. Я буду рад оказать любую помощь». Бразильский нападающий недавно стал самым дорогим футболистом в истории футбола. Французский клуб Пари Сан-Жермен выкупил его из Барселоны за 222 миллиона евро. Эта сумма в два раза превысила выплату за предыдущий рекордный трансфер. «Люди не осознают, что за образом этого исключительного спортсмена также скрывается совесть и мощный голос». Международная благотворительная организация инвалидов была основана в 1982 году. Её целью было помочь 6000 камбоджийских беженцев, которые лишились конечностей из-за мин. В 1992 году организация присоединилась к Международной компании по запрету мин.